Обычно у нас голубцы уже приелись с конвертиками. Я для внука сделала такими треугольничками. Я думаю, что кушать будет с удовольствием. Пропустили мы через мясорубку нашу свинину и говядину. Морковь с луком мы сейчас пассируем. Рис у нас стоит замоченный. И будем приступать к формированию наших голубцов. Пассируем лук на масле сливочном. Добавляем сюда морковь. Соединяем фарш с рисом. Лук с морковью. Все перемешаем. Добавим 2 яйца. Чайную ложку соли. Можно всякие специи, перчика. Берем обычный капустный лист. Капусту берите беленькую такую, чтобы она была эластичная такая. Делим ее пополам. Это вот немножко делаем вот так. Это сразу на чашечку кладем. Полосочка у нас такая готова. Берем вторую полосочку. Отрезаем боковинку. Кладем опять на нашу чашку. Берем фарш. И делаем конвертик. Сворачиваем его просто. Вот таким вот образом. Вот такими вот треугольничками мы и сделаем наши голубцы. Вот с таких остатков можно делать такие вот колобочки. Ребенок будет с удовольствием сам их делать и сам их кушать. Итак, я приготовила голубцы. Вот они целый стол у меня получился. Обычные конвертики с треугольнички и колобочки, шарики. Ну, сейчас будем тушить. Беру сотейник с толстым дном обязательно. Кладу сюда капусту. Поливаю слегка растительным маслом. И выкладываю наши треугольнички. Посрединке наши шарики. У меня вот такая вот приправа с чесночком, помидоры, перцы здесь. Я их вот так вот сверху поливаю. Кладу сверху лавровый лист, чеснок. Наливаю стакан воды. Накрываю крышкой и ставлю просто томиться на медленном огне. Так как у нас остался еще фарш и капуста, которую я перебила блендером, я сделаю еще ленивые голубцы. Капусту я перебила с чесночком вместе с запахом и добавляю в наш фарш. Туками перетираю. Смачиваю руки в воде и формирую наши голубцы. Ленивые наши голубцы готовы. Мы их заморозим, потому что у нас сегодня еды предостаточно. Все здесь у нас готово. И мы можем уже подавать к столу. Вот эти маленькие шарики. Мы их посерединке покладем. Так аппетитно, вкусно. Захочется, правда, приготовить такие голубцы, вот необычные формы. Вот теперь попробуем. Очень вкусные, сочные, ароматные получились. Одно удовольствие кушать не только ребенку, но и взрослому. Очень вкусные.